В общем, рассказывать буду я сегодня о йоге в индуизме, о том, каким образом егическая традиция вплелась в индуизскую, в общем-то. Так, последовательно выделить этапы формирования невозможно. Это про распространение егической мысли как каковой в Индии с трудом. Возможно, начиная и говоря о их отношении вообще ко времени, что там пара соток лет туда, пара соток обратно, не особо не имело значения. Плюс записывались у них тексты раньше на этих листах. Довольно сложно было что-то сохранить. Но мы можем выделить этап с 4 века до нашей эры по 4 век нашей эры. В этот временной промежуток были написаны как раз интересующий раздел у нас индийского великого эпоса Махабхарата, а именно Бхагаладгита, про который говорил вчера Дима очень подробно, и Мокшатхарма. Также в этот период появлялось, ну, охарактеризует этот период появление большого количества культов, как таковых, которые в брахманской альтотоксии признавались по факту. И некоторые элементы из них ассимилировались. В этот период популярность Шивы, Вишну и Кришны выходят на передний план. И они вот, вернее, причиной подобной рокировки, подобного изменения, являлась потребность социума в личностном живом опыте. В доступной, ну, религиозного опыта, естественно, в доступной культовой форме. То есть не такой сложный, как брахманские, брахманские сельские ритуалы, и чтобы каждый мог прикоснуться к нему. То есть любой человек, независимо от его вармы, его касты. Естественно, нововведения встречали сначала некое сопротивление со стороны главенствующей доктрины религиозной. То есть также, в принципе, считалось, что ведические правовиды считали, что ни освобождение, ни оккультные силы не могут быть получены только с помощью методов йоги. Всегда считалось, что важно только метафизическое знание, исключительно метафизическое знание. Несколько цитат из книги. По словам Ману, сохранив органы чувств и сознания в подчинении, он может достигать целей без дальнейшего истязания своего тела йогой. Истязание тела йогой. Шанкара вторит ему. Йога ведет к достижению обычных свойств. Однако высочайшее блаженство не может быть достигнуто йогой. Однако большинство авторов считало, что все-таки йога хороший путь. То есть нужно нам. И считалось, опять же, другая цитата. Непосредством ежедневной рецитации вед не с помощью жертвоприношения не могут дважды рожденные достичь такого состояния, которое они достигнут через практику йоги. Естественно, подобные несостыковки можно объяснить как тем, что очень большой промежуток времени в написании данных книг, так же и тем, что авторы сами могли принадлежать к различным совершенно религиозным течениям, и они именно свое продвигали. Так, теперь. Йога и Санхио Махабхарати. Но, как вы видите, здесь написано, что очень уменьшилось значение как таковой йоги. То есть йога стала вообще обозначать любую практическую дисциплину как таковой. Это мы говорим про Мухшадхаму, например. А Санхио... Говорили бы уже про вообще Санхи, про философию. Вчера немножко. Вчера немножко, да? Немножко захватываются. А Санхио считалось любым метафизическим знанием. То есть либо методом получения метафизического знания. Так. Естественно, я бы сказал, что в хронологии, так же, как и в распространении йоги по Индии, так же и хронологию книг Махабхарати невозможно четко установить. Все это писалось очень разбросано. Интересно, что вообще получилась Махабхарати как таковая. То есть это получилась дидактическая мегалитература, не являющаяся народным происхождением, но, однако, написанная для широких масс. То есть не только для ученых, как, допустим, раньше писались некие философские философские, а именно для всего, для масса, для больших. Так, про то, что Санхи любую. Так. Так же начинается там сращивание. Уже в Махабхарате начинается сращивание понятий йоги и Санхи как таковой. В Кагаварпите вообще говорится о том, что Санхи йога едины. Сочетаю. Извиняюсь, треферат, мне самому стыдно немножко за этот треферат, что он такой никчемненький. Просто там половина, мне кажется, треферата, это цитаты, черт возьми. Не, блин, и вот это слово, черт возьми, я тоже буду за ним следить. А знаете, не будет экзамены понимать? То скажите, как-то никчемненького. Нет, ребят, все хорошо, у вас это все будет много раз повторяться. Мы запомнились только Мокша-Тхарма. А, Мокша-Тхарма, ну это тоже книга, ну в смысле, одна из книг Махабхарата, в которой собраны наставления по работе, в том числе и с телом. Мокша, да, это просветление. Да, 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 просветление. Отличается, путь просветления, как какого-то. И следовательно, это как бы вот дидактическая литература, как таковая. И вот, что говорится по поводу санхи и йоги. То есть идет сращивание двух понятий. То есть изначально теистического знания и атеистического знания, вот мы говорили, да, что санхи отрицало, в принципе, ну как-то не подтверждало значение божественности, ну а в йоге Швара Пранитхана был, да, как в любом случае божественное начало присутствовало какое-то. Здесь же они начинают сливаться, и у них исчезает практически разница. То есть, цитата. Безбожник освободиться не может. Так утверждают врагов-покорители, разумные йоги. Основательно свой довод считают лучшим. Дваждерожденные приверженцы санхи считают основательно довод такой. Осуществляющий путь знания к предметам, относящиеся безстрастно, возвысясь над телом, освобождается. Это совершенно ясно. Итак, говорят многознавшие сторонники санхи. Санхи ведет к освобождению. Наглядные доводы приверженцев йоги, но и приверженцы санхи пишают согласно шастрам, то есть учениям. Правы и те, и другие. Оба те учения, мой царь, воспринятые от ученых, есть высший путь для тех, кто их придерживается по Писанию. Равно обоим присуща чистота, подвижничество, существа милосердия, соблюдение обедов, лишь не одинаково их взглядом. В общем, уже идет некое совмещение. В текстах встречается много специальных терминов, которые присущи санхи. То есть я просто скажу несколько, особо не нагружаю. В следующем, скоро вы сами все узнаете, вам будет интересного. А пока я скажу, что там использовались стат, во-первых, элемент, прокрития, материя, махат, высший разум, первый принцип вселенского разума. Однако, санхи уже не представляется методом развлечения духа и опыта психоментального, а просто означает истинное знание, тадважняна, либо знание души. Ну, буквально, короткая ремарка. Вот, слышали, да? Раджа, стана, сисатва. Требны термины санхи. Пракрити, пуруша, прокрития, материя, пуруша, дух. Термины санхи. Огонь, вода, земля, воздух, эфир. Термины санхи. Это вот, в йогу они оттуда пришли. Самые такие, то, что на слуху. Татвы, это первые элементы. Ну, и далее, да. Далее, мне кажется, после второй сессии, на второй же, по-моему, начали вот это все изучать. И вот только к середине третьей у меня все сошлось, так вот, что, а, да ладно, это вот так все. И хорошо, что сошлось. Безунчик. Да, я уже говорил. Мне кажется, это вообще не сошлось. В общем, да, в Кагваддите, как вот уже говорится, что санхи и йога едины. Опять же, цитата. Санхи и йога различны. Не мудрецы говорят, а дети. Кто вполне достиг одной, плод получает обеих. Кто видит, что санхи и йога одно, тот зрячее. Ну, вот интересно, как он мне подходил. Методу йоги в Маховхарате, вообще, по-моему, в самом большом тексте, который, да, множество книг, там, в него уходит, соответствует множество совершенно различных терминов. Это и сила, и медитация, и метод, и вообще деятельность, отречение. Ну, множество других. То есть, ну, или вообще любая деятельность, которая приводит душу к брахману и наделяет цвет способностей практикующего. В Хагавадгиде йогу, вы помните, Сирадима отлично рассказал нам, что как отречение от плодов своих действий, тоже подобный опыт, как йогу обозначают. Так, ну вот, говорю, что это потому, что различные представители различных школ писали в различное время. Ну, давайте выделим три вида эпизодов этого Махабхарадзе, в которых эпизоды, которые описывают именно аскетизм, тапас, а также практики теории, тесно связанные с физической аскетизм, но без отсылок к йоге. Второе, это эпизоды с рассуждением, в которых йога и тапас анонимичны друг к другу и рассматриваются как магические психотехники. И третье, где отдельно уже есть йога и представленные собой в классической терминологии. Ну, со своей терминологией. Представлены различные методы. Методы у нас встречаются в смысле Махабхарми. Методы такие, как молчание Мауна, истязание плоти, отила тапаса, и сушение тела. Они используются йогинами, царями различными, для того, чтобы воздействовать на божеств, как то, допустим, панду встает на одну ваврикшасану, как я понимаю, наверное, да, и тем, что он концентрируется в этой позе, настолько собирает много силы, что индру не может уже не обратить на него внимания, потому что, ну, перекос, как я понимаю, получается. Там считается, что да, человек, занимаясь аскетой, собирает в себе энергию. Если он слишком многое собрал, он может уничтожить мир раньше, чем задуманно. И тогда является высшее божество, но чаще всего это Брахма, и говорит, давай обменяемся. Ты мне свой жар, а я твое желание. Но они все пытались бессмертие попросить, но им отказано было. То есть, ничто не вечно, говорили им, но они какие-нибудь условия придумали. Пусть, хорошо, но пусть я умру, допустим, ни днем, ни ночью, ни от человека, ни от мужчины, ни от женщины, ни от зверя, один демон говорил. И тогда боги шли на хитрость. Это, например, во время солнечного затмения выходили из колонны храма, то есть ни в помещении, ни на улице. И не человек, а получелек с головой льва разрывал злобного герма. И прочее, прочее. Боги очень хитрили. Хитрили одни и другие, в общем. В общем, далее. Также в текст, если встречаются отрывки, которые отождествляют йогина и аскета, то есть человек, который использует истязание плоди, например, вообще аскетические практики. Вообще же иногда под понятием йогина или аскета понимается вообще любое существо, способное концентрировать свой ум, имеющее объектом изучения не шастри писания, а слог ом мистический. Со временем практикующий наделялся силой, некой, которая называлась силой йоги, йога-бала. Непосредственно ее причиной появления была фиксация ума, храма, которая в свою очередь приобреталась безмятежностью и равностностью, которая достигалась и течения пяти пороков полового влечения, страха, гнева, жадности, сонливости, ну и применялась еще замедляющей виды дыхания. То есть, по сути, пранайяма. Да? Короткий вопрос. К какому этапу йоги это относится? Ты знаешь, Махабхарат? Ну это к первому или к второму? Первому? Первому, да. Это надо было. Все эти методы, да, использовались в первом этапе. У вас это будет на экзамене. Надо будет написать, какие методы йоги использовались в первом этапе. Вот иссушение тела. Ты как можешь, как-нибудь решить, это иссушение тела? Ну, как я понимаю, это предпринятие какой-либо позы и... Между трех костров на санцепирке. Масса медитации. То есть, вот такие методы. У них довольно легко было, учитывая их климат, иссушать тело. У нас попробовали. Без воды, да. Ну, как бы, истязание плоти тоже понятно, что всячески там... Те же самые... А как там? О, как говоря, уже дальше про каких-нибудь капаликов можно было сказать, что они там истязали плоти свою. Как только не истязали их. Вот фильм есть, герой Матрицы, Нео. Кто играл? А, Радик. Гео Грифс. Вот с ним есть маленький Будда, по-моему. Да, маленький Будда. Там идея фильма такая, что в Америке монахи находят в американской семье воплощение мальчика, который, как им кажется, был настоятельным и храмом. Выговаривают родителей, чтобы он прошел испытание. Он ли это или нет. Но помимо Сетты, с этим мальчиком еще два ребенка очень напоминают того, что именно в них воплотилась душа настоятель. Ну и параллельно с этим история Будды. И когда Будда ушел в лес, с ним встретились странноватые отшельники. И там они очень хорошо показаны. Одного язык грузящим, он с языком болтающимся ходит, в языке какой-то грузик висит. С кем-то там еще что-то. Ну то есть они занимались такими удивительными вещами, становились в позиции нас. Но тем не менее, благодаря этому они связывались с высшим смыслом в своем понимании. Так, так, так. Да. В поздних ставках Махабхарату встречается множество таких клише, описывающих про геологические практики. Как, например, сам в себя проникший йогин неподвижно стоящий, убивает в себе зло и достигает невершающей обители чистых в пупке, шее, голове, боках, груди, сердце, зрения, слухи, обоняния. Во всех этих областях самоуглубленный йогин, блюдющий великие обеды, свое тонкое я самим собой приобщает к йоге. Сжигая добрые злые дела, он, недвижный и приславный, высочайший йоги достигнув скоро, если захочет, освободиться. Очень много описаний и очень много описаний того, насколько опасны эти техники. Что вставший на путь йоги не должен ни в коем случае прерывать его, иначе силы, которые он своими техниками разбудит в пространстве, могут спокойно его уничтожить. В принципе, это даже здесь у меня где-то есть цитата об этом, что труден великий путь, немногие могут пройти по нему до конца, но большим виновником является тот, кто, вступив на путь йоги, останавливается, а потом оповорачивает обратно. Ну, тоже короткая ремарка, о чем идет речь в нашем плане, что если вы задумаете переставать заниматься, делайте это медленно и постепенно, для которых это сголодание. Это как в спорте, когда еще занимался профессиональным бегом, потом резко бросил, у него сердце упало. Организм готов к нагрузке бросить ее нагрузку. Постепенно выходите, если уж совсем так, совсем не прекращайте, хотя бы слегка так растягивайтесь. Важен плавный выход. А если они делали суровую аскезу, суровой техники с собой, то, конечно, если он остался жив в ходе этой аскезы и перестал резко этим заниматься, организм идет в разнос. Далее. Одной особенностью еще гигическим техникам в этих текстах приобщается еще и гипноз. Причем под гипнозом подразумевается переход из одного тела в другое. очень в различных всяческих историях много этого писания, как, например, тот же Масим Дранадх вошел в тело умирающего царя и стал жить в нем. Классно. Но увлекся. Да, но увлекся. Ну и там уже дальше уже потом расскажу. В другом эфирате. Вот такая байка прекрасная. В общем, вот. Так, приход из одного тела. А вот когда мы уже доходим до Абхагавадгиты плохо написал не видно нифига. Да, совсем отставил. Нет, я-то помню, что там написано все нормально, но я к тому, что плохо сделал. А черным тоже написал, тоже нифига не видно. На фоне голов вот этих тоже все вместе. Надо было делать табличку. Я говорю, я вчера в 10 вечера сел, надо быстро, быстро, быстро написать что-то. Корот, накануне не пишите. Не пишите, да, я был уверен просто, я уже делал, у меня была. Сохраняйте на компьютере, потому что пишите, пишите, а у них потом стирают и надо снова писать. То есть аккуратно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Появлению Абхагавадгиты, как таковые, ситхи уже перестают им играть роль. Важно уже, как говорил вчера, Дима как раз самым главным становится соединение с Богом. Достижение мистического союза с Богом. Пройдюсь быстро, что в Абхагавадгита о чем рассказывается, что битва сейчас будет между двумя родственниками, в общем. И вот Арджуна, Арджуна, все правильно, и Кришна и его гощи останавливаются, и у них начинается диалог о том, как должен действовать каждый из людей. Ну и в общем, по сути, мне кажется, смысл вообще слов Кришны можно уместить в выражение «понят меня, станешь подобным мне». То есть по сути, он говорит, а, там еще, кстати, хотелось сказать, что он же говорит, что йогу как таковую, йога пришла от него. То есть он говорит, что Кришна уже преподавал его сват, и тот открыл ману, а дальше он уже передал людям ее. То есть он, в принципе, этими словами йогу приравнивает к чему-то божественному, к божественному дару. Ты еще несколько слов скажи, что такое ману. А, ману это как первые, ну, не первые, человек. Ну да, первые, можно сказать, что исконные, то есть первый человек, и ему, в общем, Миласар передал технику йоги. Я обысленько, правда, и туда будет достаточно. Есть такой текст, он будет выдан вам как необходимый минимум по йоге. Это закон иману. Рекомендую обязательно с этим текстом ознакомиться, потому что в основе законодательства и тхармы в Индии, народ, слушайте, это закон иману. И там описывается в единственных источниках тоже легенда о первопотопе. То есть, когда Библия говорит о первопотопе и претендует на некую истинность, в последней инстанции это немного не так, потому что в многих иных альтернативных вероучениях тоже легенда о первопотопе есть. И вот Ману после первопотопа остался и создал свой закон для первых людей. До сих пор им старается следовать, что эти законы, стоит с ними ознакомиться. В общем, по поводу фразы, поняв меня, станешь подобным мне. По сути, то есть, Кришна говорит, что если ты познаешь Бога, то у тебя уже возникает образец, который лучше для подражания, которым ты должен действовать. Цитата. Как поступают наилучшие, так и другие люди. Как он выполняет устав, такой народ выполняет. И добавляет, обращаясь самому себе. Нет ничего в трех мирах, что надлежало мне сделать. Нет цели, которые я достиг. И все же дела совершаю. Это вот как раз о том, что дела нужно делать. Это о том, что свою тхарму каждый должен выполнять. Ведь, как вчера Дима все рассказывал, что к тому времени было очень актуально поддерживать миропорядок, социум, как таковой, который основывался на баре, на кастовой системе. И, следовательно, не должны были шутры заморачиваться, почему мы выполняем, почему мы делаем грязную работу, а вот эти ребята чистую, я хотел бы тоже чистую. А тут говорят, нет, не надо чужую работу делать, пожалуйста, тебе Бог сам говорит, не делай этого, не нужно выполнять чужую работу, сделай хоть плохо, но свою, и будет тебе счастье. в принципе, отличное управление инструментом. Чем они руководствуются? Делают из рук он на своих. Ну да, ну как, ну полюдут шутры, блин, выше у нас касты, и что у нас будет? Непорядок. Ну, на самом деле, в Кальюгу так и случилось. Вот если посмотрите, кто сейчас самым значимым, это касты артистов, а это считаются они из касты шуты, самой низшей. И когда дворянство дают, допустим, артисту Филиппу Киркорову, это стоит задуматься. За что дворяник? За то, что скрём? Я песен древесиного характера и содержания. Действительно, даже не думал я об этом. Типа Легавирук. Сначала Пугачёва тоже имеет дворянский пиел. Да я больше скажу, вот есть такой самый гибкий человек на свете, это статус у него княгиня Кодергинаса, Мухтару Сингаджи. Он всю жизнь в цирке выступал, мы тоже двоянские дел дали. Ну а чем еще дворей занимались-то раньше занимались, представили? Клонами были? Скручивали по-всякому. Цирки выступали. Ножи заглатывали. Да. Ну в общем, как раз, следовательно, выполнение же свои дела свободное от связи, говорил Кришна. И говорил, что никто никогда, даже мгновение не может пребывать в бездействии, следовательно, нужно выполнять дела. Даже если человек ничего не делает, на него в любом случае влияют гуны, которые, кстати, он говорил, что произошли от него, но на него не влияют. как он говорил, я не в них, но они во мне. Так, про учение, что социум, это вот. Все, кастая система. Так. Выполняешь же дела свободные от связи. Наставляем Кришна. То есть, считалось, что любое дело можно как жертву. То есть, когда ты выполняешь отрешен свое дело, ты превращаешь это дело уже в жертву Богу. То есть, любая деятельность, не создающая кармических связей, не ограничивающая его, становится жертвой Бога. То есть, можно, просто отрекаясь от плодов своих дел, действуя безлично, бесстрастно, безмятежно, достичь единого, союза с Божественным. И разорвать цепи сансорического существования. Ну, опять же, как он Кримарков, в нашем отношении это преподавание йоги. Ваше дело. Делайте его хорошо и не думайте, что сколько вы получите в результате за месяц. то есть, уже, в принципе, человек из любой, вообще, если мы посмотрим на вот эти новые понятия, для того мира, то становится ясно, что вне зависимости от своего положения, в какой барне состоит человек, чем он занимается, он может достичь единения с Божественным. Раньше такого невозможно было. Раньше брахманы были передачей Божественной, ну, Божественной. И никак не мог из других тварных человек настолько близко подойти к единению. Здесь же появляется новая возможность. по сути, йога действия как таковая. Любое наше действие, отрешенное от своих плодов, становится жертвой Богу. и же в бхагавадхите уменьшилось значение пранаямы. Пранаяма просто стала дополнительной некой практикой медитации. Достижение, кстати, высшей цели конечно егическими практиками уже невозможно, если не сконцентрировано на Кришне. Вот там все уже приходит к тому, что Кришна есть все. Кришна любовь, любовь Кришна. Как говорится, умиротворенный, отогнав страх, стойкий в обетах в Рахмачаре, смирив сердце, преданный, пусть он сидит, устремясь ко мне, обо мне помышляя. Так всегда упражняясь, йогин, укративший манас, то есть ум, достигает мне присущего мира выше Нирваны. То есть Кришна становится единственной целью достижения, то есть единение с Ним. Единение Богом позволяет свою очередь практикующему увидеть отражение Бога в себе, то есть Атмана, о котором мы говорим. То есть видеть Атмана во всех существах и в себе самом, а существ в Атмане. То есть как я понимаю, связь просто всех явлений, событий, ну общая просто в смысле, что все связано, как говорится. Также в тот момент уже говорилось, что йогин становится выше аскетов, выше мудрецов творящих обряды. он своей практикой может достичь именно слияния с Божественным. Вы тоже так спряхнитесь немножко, да? Даже в то время стали говорить, что есть система религиозных убеждений, представители носить эту систему религиозных убеждений и представители культа. А для йогина они не важны. Ну все. Вот как мы говорили, когда махаситха тоже для меня было самое интересное, что настолько крутейшие, высокого уровня развития люди отбрасывали свои религиозные предпочтения и спокойно могли общаться друг с другом. То есть индуист спокойно встречается с буддистом и они обмениваются своими психотехниками, потому что у них в принципе одна и та же цель. То есть стяжение просветления и освобождение от такового. У меня еще было немножко в реферате про буддизм. Рассказать? Расскажи, конечно. Появилось 2500 лет назад еще одно учение ведущее к просветлению и освобождению, к тому, чтобы вырвать из оклов страданий людей. Говорим о буддизме. В принципе много общих моментов и силасовских и в практиках тоже, так как я говорил уже о егической практике в буддизме очень много похожего. Главная в принципе разница в той, что как Арджуна говорил каждый кто родился кем родился тем и должен действовать. Родился тигром он будет тигром всегда воин будет воином всегда. Высокражденный просветленный вернее парень Гаутама Будда говорил что какая разница где вы и кем родились просто в общем он обращался к каждой личности индивидуально а не к каким-то классам людей никаких так классов говорил в принципе по общему сказать можно что буддизм также испытал излеты падения в индийской культуре но в момент своего угасания очень интересная получилась цепочка такая с тантризмом то есть о чем я и говорил уже в принципе выдалось это в появление Ваджаяны алмазной колесницы о которой я рассказывал и о молниеносном пути к просветлению о том пути который реально за одну жизнь ты можешь достигнуть просветления ну как я понимаю ты должен действительно серьезно практиковать не вот то чем я допустим занимаюсь там раз в день поделать практику и все а уходить в ретритик летно так от трех наверное до бесконечности и это там уже практиковать приходить к просветлению вопрос ретритик это что? ретрит отречение от социума одиночный ретрит то есть либо массово конечно но для меня это именно одиночный то есть ушел в лошадничество в пещере сел практикую кушаю что придется как моя любимая история о том что не ларепа великий йогин и махасид питался только крапивой некоторое время и стал зеленым его на всех тханках изображают зеленым суровым парнем зато достиг про него я отдельно тоже буду рассказывать вообще один из моих любимых персонажей он был там магом с помощью магии наделал дел плохих в общем это я в следующем реферате буду рассказывать долго ну а сегодня в принципе ну это все что йога была в принципе тем что она настолько сильно и объем все объем вещи упоминалось в махапхарате который был действительно текстом для всего социума то есть не для каких-то классов не подразделял он просто для всего социума и так как в нем настолько много говорилось о йоге о практиках таким образом она действительно влилась в сознание людей ассимилировалась и стала по-настоящему индийским неким феноменом ценность выступления Артема это упоминание о йоге но он не мешает девушке вы так живо общаетесь друг с другом может быть вам отсесть друг от друга довольно-то правильно что извиняете потому что мы говорим и вам слушать на потом на экзамене вы будете снова изменяться что мне написали в крайнем ответ о тех видах йоги которые использовались в первом этапе помните какие давай вернемся просто то есть суровые аскетические отметьте это себе пожалуйста молчание мауна истязание плоти после совершения тела отметь вот хотел историю рассказать в китае в чинду в горах ребята живут тоже много-много разных персонажей вот там такой был смешной Саша Пхагаванов звали и он мало не решил заняться тоже молчанием молчанием да дольше всех ну там много людей пытались сделать и он дольше всех действительно молчал 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 пока не решил пойти погулять в горы а там стоит сказать что деревенька заходишь в горы а там все киншанских ребят все к тебе туда уходящее в общем на три дня он потерялся ходил ночами чуть не упал несколько раз с горы пришел заговорил больше чем когда-либо просто из него полилось песни чуть ли не петь начало что с тобой произошло я не знаю но мне хочется говорить так вот закончился его ну да раз не оселел рекомендую день проводить молчание ну конечно если это не покелорить к вашим каким-то убеждениям вот какой еще момент ну это больше что анекдотичный но мало ли может к вам такой персонаж придет у нас есть городе один человек который ведет практически так же давно как и я и к нему кто только в группу не приходит один мужчина знакомый моего знакомого оказывается он практиковал занятие йогой молчание то есть он копил энергию не растрачивал ее представляете вы ведете йогу приходит человек перед тем как все собрались переодеваются он постоял на голове что-то поделал такое вот а в начале практики у них принято знакомиться покоро за чаепитием чая то есть минут 15 не пью чай а потом занимаются чтобы так попотеть предлагаю чай «ну-ну-ну-ну» поделINI о чем Вроде практикую молчание, его поняли. Так что каких только людей нет. Жизнь Миларепы. Это первая половинка его жизни.